приветствую на своем канале приобрел на алиэкспресс вот такую камеру что представляет собой эта камера камера с объективом pinhole видите какой маленький объектив подсветки здесь нет однако у этой камеры матрица starlight и работает она с разрешением 2 мегапикселя о чем говорит приставка starlight она говорит о том что даже при минимальной освещенности эта камера должна более-менее приемлемо работать то есть если вы в абсолютной темноте немножко дадите света она будет показывать будет видно посмотрим насколько это соответствует действительности и я надеюсь что китайцы меня не обманули у продавца есть также варианты с широкоугольными объективами то есть такая камера может быть с углом обзора и 120 или 140 градусов не помню точно однако для моих целей мне нужно было камера с маленьким углом обзора 85 градусов я считаю вполне достаточно я не собираюсь за кем-то следить а если вы собираетесь приобретая такую камеру то будьте осторожны поскольку эта камера может быть расценена нашими органами как спецсредство для наблюдения и вы можете запросто поиметь проблемы с законом после приобретения этой камеры забирая ее на почте случаи аналогичные уже были так что будьте внимательны эту камеру я приобрел для того чтобы изготовить эндоскоп зачем мне нужен эндоскоп так как я занимаюсь установкой систем видеонаблюдения и сигнализации спутникового телевидения и прочих штук иногда мне нужно сверлить отверстие в стене иногда мне нужно исследовать скрытые полости для того чтобы посмотреть возможность или невозможность прокладки кабеля и когда-то примерно пять лет назад я приобрел тоже на алиэкспресс или на каком-то другом сайте или это был гербест я уже не помню не столь важно я приобрел вот такой эндоскоп приобрел его за сущие копейки по моему это была цена пять с половиной долларов теперь он стоит немножко дороже долларов всем наверное но у этого эндоскопа есть несколько недостатков и очень существенных во-первых близорукий объектив эта камера видит четко на небольшом расстоянии от себя а предметы удаленные видит очень плохо поскольку эндоскоп этот нужен больше для того чтобы исследовать допустим внутренние стенки труб или же камеры сгорания двигателя внутреннего сгорания то есть смотреть на состояние стенок цилиндра в двигателе ну и для прочих дел а мне в моей работе нужно так чтобы камера все-таки смотрела что делается дальше чем несколько сантиметров меня как раз интересует расстояние полметра метр полтора метра может быть даже два поэтому эта камера с моими задачами не справилась второй недостаток который есть в этой камере это подсветка с одной стороны подсветка вот видите встроена она здесь позиционируется как преимущество более того здесь есть регулятор где эту подсветку можно регулировать яркость но как показала практика эта подсветка засвечивает сам объектив и иногда для того чтобы что что-то можно было рассмотреть подсветку нужно было прикручивать до минимума а то ли а то и отключать ее вообще и я опытным путем понял что гораздо интересней гораздо эффективней еще использовать маленький фонарик для того чтобы помогать этой камере подсвечивать так как встроенная подсветка засвечивает объектив и картинка появляется не очень дело в том что собрать этот узел качественно за маленькие деньги думаю вряд ли получится дело в том что в камерах видеонаблюдения обычно стеклышко которое закрывает объектив она отделена пластиковым кружочком перегородкой от стеклышка которая закрывает инфракрасную подсветку здесь же это все сделано одним стеклышком это что засвечивается объектив подсветкой вполне ясно как я этот вопрос решил я просто-напросто выключаю родную подсветку штатную и использую маленький фонарик для подсветки в полостях и тогда результаты более-менее приемлемые но учитывая то что здесь объектив близорукий поэтому рассчитывать на какие-то более-менее приемлемые результаты не стоит следующий недостаток такого эндоскопа это то что провод гибкий гибкий и очень тяжело вводить эту камеру в полость и направлять эту камеру именно туда куда мне нужно крутишь вертишь и смотришь на эту картинку унылую и вообще непонятно что происходит что я решил приобрел в интернете вот такую гусиную шею так называемую которая достаточно жесткая которая достаточно легко гнуть и теперь эту камеру я сейчас разрежу наращу провод так чтобы можно было эту камеру смонтировать в этом усачке в усиной шеи и таким образом я получу эндоскоп который хорошо вид в темно в темноте который можно согнуть и по поводу подсветки я еще подумаю как это можно реализовать скорее всего или я прикручу здесь рядом маленький фонарик или просто буду подсвечивать рядом я еще пока не решил такие вещи в принципе приходят после практического свой использования после тестов именно уже в полях так сказать на объекте сейчас я соберу запланированное и покажу вам видео как это выглядит в собранном виде а также сделаю тест посмотрю в какую-нибудь полость моим эндоскопом и штатным китайским эндоскопом и посмотрим насколько разница разительная поехали ну что дорогие зрители я изготовил этот эндоскоп сам процесс изготовления я решил не снимать на видео так как там нет ничего особо военного я разрезал провод камеры нарастил его протянул его через кусачок и потом все это упаковал в термоусадку для того чтобы этим было удобно пользоваться может быть не совсем эстетично но очень практично еще один нюанс саму камеру видите я запаковал в кусочек прозрачной шланг очки с одной стороны она достаточно твердая но немножко играет это для того чтобы саму камеру не сломать вот она там держится именно на самом основании но для того чтобы если в процессе диагностики просмотра она где-то уперлась не могла сломаться по элементы конструкции стены все это запаковал термоусадку как я уже говорил и теперь этим можно пользоваться сейчас я это все подключу к своему тестеру изображение появилась и сейчас я сделаю три тестовых видео первое тестовое видео я загляну в нишу на потолке с китайским эндоскопом со штатной подсветкой после этого я посмотрю в нишу используя сторонний источник света обычный фонарик и потом я загляну в нишу с помощью своего самодельного эндоскопа и можно будет сравнить полученные картинки и так первое видео с китайского эндоскопа со штатной подсветкой как мы видим засветы зайчики и картинку еле-еле видно я сейчас убрал подсветку сейчас назад добавил на максимум вот то что находится рядом на расстоянии 3-4 сантиметра видно более-менее хорошо а вот электрические провода и гофра как видите картинка прекрасная света достаточно это второе видео уже с использованием стороннего источника света а именно фонарика который я поместил в нишу как видим уже короче картинка чище ярче уже можно что-то уже разобрать но все равно элементы которые находятся вдалеке размытые и точную общую картину для себя выяснить не получается плюс к тому видите все дрожит болтается сам саму камеру тяжело выставить в нужном направлении куда нужно но сейчас я вижу вдалеке можно рассмотреть уже дальнюю стенку но достаточно тяжело а вот элементы которые находятся рядом видно четко но мне они интересуют то что находится рядом меня как раз интересует то что находится вдалеке а это видео с моего самодельного эндоскопа камеру на нем не гораздо легче направить в нужном направлении так как гусиная шея достаточно жесткая и я могу повернуть туда куда я хочу четко понимать куда камера будет смотреть я четко вижу все элементы в нише я четко вижу дальнюю стенку и это при всем том что сам фонарь лежит на одном месте а если я источник света прикреплю к самому к самому гусачку возле камеры то освещенность будет больше и картинка будет ярче и так какие выводы я могу сделать однозначно мой самодельный эндоскоп показывает лучше чем покупной китайский до его себестоимость даже себестоимость немного дороже чем стоимость готового эндоскопа однако вы сами видели что картинка на порядок качественнее чем у готового собрата поэтому рекомендую такую камеру к приобретению если вы сделаете такой эндоскоп он обязательно сделает обследование ваших объектов гораздо более качественным ссылку на эту камеру я конечно же укажу внизу в описании под видео на этом все если видео понравилось было для вас полезным просьба поддержать видео лайком и все вопросы задавайте в комментариях всем удачи